всем привет дорогие наши зрители привет гостям канала мы сегодня снова на даче сегодня у нас такой непростой день с утра был у нас сегодня день насыщен событиями сегодня мы купили как вы думаете что мы купили новые лаги для пола в зал монитор или монитор или ломали голову ломали и все-таки решили из старых семи брусьев два бруса хороших мы оставляем 5 на демонтаж на распил и на печку вот и купили сегодня новый 8 лаг а еще сегодня мы кое-что интересное будем делать это у нас александр николаевич без меня ездил в сад и кое-что прикупил я вам покажу чуть позднее и мы это сегодня будем садить вы просто офигеть да мы очень интересно сегодня покупали дерево впрочем как и всегда мы это все на своей легковой машине возим шестиметровый нам расти распилили пополам 3 метровый мы их погрузили кое-как и ехали я на заднем сиденье придерживала там у нас сзади крышка багажника хлопала но доехали и буквально уже заехали в сады и у нас это оборвалась вся конструкция и крышка багажника уже стала подниматься ну короче весело дала почву для размышления в следующий раз мы не будем привязывать багажник мы просто делаем просто его посадим багажник и она будет держать дверку изнутри всю дорогу я обниму доски и буду лежать и держать покупали мы цены давай скажем сколько стоит у нас дерево мы купили но мы купили очень хорошо мы купили доска 50 на 100 длиной 6 метров она стоит 510 рублей мы покупали в альфа-лесе дешевле цен нигде нет благо 3 метров вышел в 250 рублей всего это очень хорошо кстати я вам рекомендую у них там можно купить и евро вагонку по приемлемой цене вот да любые и кстати еще мы приехали туда и пока его оформляла документы на покупку дерева я зашел там у них магазине сопутствующие материалы очень недорого у них саморезы самореза разной длины разного диаметра начиная там а 20 25 кончая 127 длиной цена у всех 250 рублей за килограмм это очень хорошая цена с учетом того что даже где-то в интернет магазинах везде 350 400 за килограмм у них 250 рублей мы заодно и купили саморезов для фанеры и для нашего бруса для лак купили и длиной 45 миллиметров и длиной 97 миллиметров то есть челябинская кто собирается что-то дерево делать очень рекомендуем именно альфа-лес мы уже много лет все что покупали дерево все что мы строили до этого кроме был все мы все покупали у них блока вас покупали в евролесе потому что там нашли да а это да альфа-лес вот у них самые хорошие цены зайдите на сайт альфа-лес мы не рекламируем фирма альфа-лес просто мы даем рекомендации кто захочет строиться да по ищите посадки не все на сайте есть и материалы и все и может быть что для себя выберите это вам будет маленький совет от нас мы эти все доски наши разгрузили значит сегодня у нас по плану что ну что что во первых то что я купил купил это позавчера привел себе позавчера в сад сейчас мы об этом позже расскажем что я купил для посадки я уже сказал я я увозюкал всю машину мы у ее два часа все про пылесосил все с моющим средством выдроил а сегодня картина повторяется мы приехали на площадку альфа лес а там у них идет полный распил ветер дует сумасшедший у нас полная машина пил на дуло и опять два часа драйвил всю машину полиция зачем до этого дурная голова не дает покоя рукам но люблю я чистую машину вот не могу ничего с собой поделать пока не делаю что-то в машине не могу работать саду ну вот она сегодня по плану посадить это то что мы купили это будет маленький секрет вы чуть попозже узнаете а еще мы сегодня ходим мы сошли с ума я скажу вам по секрету мы сошли с ума мы стали ненормальными просто колхозниками потому что мы не знаем как будет у нас вот сейчас нынешняя ситуация вообще в стране с ценами с жизнью с нашим с финансовым благополучием и так далее и мы в этом году решили что как вы думаете да я просто пошутил его воспринимать серьезно короче говоря не знаю может он и пошутил но он сказал давай посадим картошку я говорю давай и что вы думаете нашла и где-то там на работе недалеко в поселок смоталась выпила ведро огромное причем ведром он не насыпали картошки за 100 рублей семенной купила и мы же сегодня решили ее посадить я уже сейчас хожу место готовлю так что капец это уже капец это мы уже колхозниками стали вообще просто окончательно если уже картошку себя в саду садим я мечтала о даче о цветах а хвойных деревьях но это будет бизнес речь это ландшафт на дизайне а камнях альпийских горках и ракариях аман гальной зоне там зона барбекю шашлыки кресло привести газон ладно передумала окей ну то есть все сделать как на настоящей даче для ну мы так и сделали практически а в этом году это маленькое дополнение девочка в этом году решили посадить картошку но я так думаю я предполагаю что скорее всего мы ее посадим вот только в этом году не знаю смехом ребята но сегодня картошка стоит уже магазине его 70 рублей за килограмм да дело в том что очень она может быть и 100 рублей поэтому даже мешок 2 картошка нам не помешает сентябре когда картошку будем покупать и я думаю она минимум болтини будет стоить а то и больше потому что в прошлом году на замыли за 37 за 35 35 рублей 35 купили за килограмм и она была плохая половина вроде на вид хорошая половина пропала ну так что пока дело в чем дело в том что мы сейчас еще не всю землю у себя на даче освоили поэтому мы не знаем где и что еще садить пока земля пустая есть мы пока вот посадим в этом году картошку а дальше посмотрим но другой стороны как бы какой бы ни был сам даже посадить кусок 15-20 вот так вот сад приехали подкопнули картошку сварили со свежими овощами так что на чуть-чуть все равно надо садить немножечко на целый год там и тут мы не будем насадим и конечно все равно ну какой то сколько-то посадим вот у меня мама каждый год садила же картошку мы приедем уже в июле начале августа у нас своя молодая картошка мама подкопает то картошечки сварим с мяском с шашлычком с рыбкой и прямо прекрасно так что сегодня чем будем заниматься кое-что будете видеть в отдельных роликах остальное здесь в этом ролике тогда вот она наша красавица вот ребята такую красавицы я купил позавчера понедельник делать нечего было против нашего дома питомник думаю схожу-ка и в питомник повяжу что у них там есть прихожу в питомник погулял посмотрел смотрю там в теньке под этими березами стоят куча всяких разных писта среди них вот такая одна огромная выделяется во первых она мне поразила тем что она вот не такая структура на виде как это как японский бонзай смотрите ряд идет промежуток ряд идет промежуточек опять промежуточек и снова ряд этих веточек она мне такая приглянулась ну и все я спрашиваю у агронома а чё стоит ну тысячи рублей я вам это дам за 700 вы представляете 700 рублей это цена такая вообще сбросовым он маленький покупали в косарами по 700 рублей а тут такая большая но все сказано сделано через день приезжаю забирать прихожу на тысячу как тысячу горели 700 а 700 который поменьше ну что ж пришлось отдать тысячу ну за такую красавицу я думаю не жалко ну во первых она у нас такая как они казалось агроном она уже переросла свой горшок потому что она у нас вы смотрите какая большая у меня вот метра 70 так она в меня рост вот а горшочек у нее маленький то есть питания не хватает немножко пожелтела хвоя внизу но она казалось чтобы мы этим и пином ее побрызгали полечили и при посадке еще полили цирконием но я думаю она у нас отойдет у нее видите уже всякие эти веточки пошли новенькие но она мне очень понравилась поэтому вот сегодня у нас такое знаменательное событие мы сегодня садим пихту пирта бальзамическая я про него почитал в википедии оказывается их огромное количество они растут и в северной америке и в корее и в южной аравии то есть рассеяние такое что ну все все явно и скажем так то есть она везде приживается ну как она не агроном она любит полутень поэтому мы очень долго выбирали сева где нам посадить его и выбрали вот место как мой местный агроном мне утверждают что там будет полутень так что вот такие ребята у нас сегодня дела так а посадить мы ее решили вот здесь вот наш дом здесь окна нашей веранды и вот прям по центру пока у нас конечно грядки здесь ну дальше видно будет грядки все это дело планируемое перепланируемое а ёлочка это недвижимость вот мы решили здесь по центру ездить будет очень просторно здесь вокруг ничего мешать и не будет и от соседнего дома будет ей днем тень сильно большой солнце и не будет так что здесь вот решили а глину которую мы повыкапывали из ямы до ёлочки копали яму александр николаевич у нас решил похоронить по полу там будет ей будет пользы больше ну что расскажи вкратце что тут у тебя сейчас происходит все разобрал я смотрю уже вы подготавливаем сейчас место под новые будем ставить столбики то есть я все что было демонтировал под ноль убрал все столбики разобрал весь кирпич все доски брусья которые гнилые отпилил гнилые места нормально оставил куда-то нам дальше пригодятся все вот таким образом я все подготовил сейчас я планирую площадь вот ничего не стоит укладывать столбики кирпича я начистил ничего у меня не пропало даром весь кирпич который нужен был я использую у нас будет все нормально молодец а там какая-то кирпичная кладка это видимо фундамент закладывался под печь да и и делать печь планировали наверное сюда и да в комнату выходила чтобы печка но и и делать не стали и вот мы обнаружили потом так вот и и можно разобрать и кирпич использую а тут наверно нужно перетаскать дровишки дровишки перетаскать потом да я сейчас уже понятно ой друзья скажите а что сегодня делала я а я сегодня пока муж копал яму под елку пока он готовил почву пока туда-сюда все это не быстро приехали мы уже поздновато я сегодня сколько времени у меня было свободного столько готовил место под картошку вот такой вот дуростью сегодня занималась заодно и ходила с плоскорезом везде одуванчики всякие сорняки ковыряла кое-что поливала ходила то есть ходила все что-то вот это ерундой короче занималась сейчас покажу вот здесь приготовила место вон там что-нибудь понатыкаем картофана потом вот здесь под наши яблони тоже несколько кустиков вот тут вот войдет вот здесь сейчас вот здесь прервалась чем до конца не закончила перекопку тоже и еще вот на этой грядочке вот пустая грядка здесь тоже посадим ну и собственно говоря и все есть еще вариант вот это где траншею муж делал огромная длинная грядка до самой теплицы здесь очень мало земли для картошки здесь же земля слой небольшой что-то такое посадить можно ну картошку не знаю сложно сказать а еще сегодня пыталась подключить капельный полив уже было начала снимать думаю сейчас поснимаю отдельный ролик хотелось сделать как подключать капельный полив но все сделала все нормально приготовила и вспомнила что у меня же куплен фильтр для него а фильтр чтобы подключить нужны дополнительные фитинги поэтому не получилось у меня сегодня сейчас сосед там не помогает что-то хотел предложить подобрать ну что друзья посадили мы елочку вот она рядышком за мной вот такая красавица будет у нас расти цирконом полила песка добавили питательный грунт для хвойных добавили перегной добавили все это перемешали все полили так что вот такая красота отдельный ролик по посадке у нас хвойных так что кому интересно как и что все будет в этом ролике замульчировала опилами обложила камушками вот такая у нас теперь елочка будет расти напомню пихта бальзамическая их под видов несколько ну вот какая-то из них бальзамическая она вот такими штаммами ярусами вот такая хвоя у них растет веточки но сейчас я снова цирконом все обрызгаю и и в том числе тоже заодно там где-то что-то посмотрю почищу может быть то есть веточки все поливаю на и ствол тоже да девочку нашу лечить хорошо росла ну что дорогие наши друзья наш сегодняшний день закончился вот мы на фоне нашей елочки она за нами стоит елочки и пихточки а пихта это же пихта пихта не мягкие иголочки маленькие такие иголочки нежненькие мягкие не колется ну что скажем мы сегодняшний наш день нормально отработали хорошо да но не все планы мы выполнили к сожалению мы сегодня не посадили картошку картофана мы сегодня мы не успели просто у нас то не было первых мы главное что мы сегодня купили лаги это самое главное купили привезли теперь фронт работы у нас необъятный пол есть из чего делать до работы и работы все и купили саморезы и балки для крепежа все это дело за малым только работать под ноль получается все почистую почистил весь пол заново все будет делать на пол начинаем просто можно считать что чистый лист ничего у нас нету начинаем все с чистого листа сейчас отобьем уровень будем выкладывать столбики на которую будет стоять наши влаги и будем работать дорогие наши друзья спасибо что смотрите на что поддерживаете наш канал на этом мы с вами прощаемся с вами был алекс и его до свидания до новых встреч